Ночные новости ТВК В предвыборной гонке, кому и как поют осанну, некогда далекие от политики артисты. Росстандарт утвердил новые правила дорожной разметки, в чем недостатки реформы. В Якутске прямо на взлетно-посадочной полосе нашли 172 золотых слитка. И мы начинаем. Весна пришла в Красноярск. Сегодня днем впервые в этом году столбик термометра поднялся выше 5 градусов. Самая высокая отметка за день – плюс 6. Причем, как говорят синоптики, подобная температура в городе установилась и больше холодов не будет. Но по ночам минус пока сохраняется. Так, этой ночью ждем минус 6 градусов. Подробнее о погоде на завтра и ближайшие дни расскажем в конце выпуска. А сейчас новость для автомобилистов. Российские дороги раскрасят в синий и желтый цвета. Росстандарт утвердил новые правила дорожной разметки, пишет газета «Коммерсант». Так, с желтой разметкой уточняют полосы перед перекрестком, а синий будут направлять водителей прерывистой линией непосредственно на самом пересечении дорог. В ГИБДД по Красноярскому краю нововведение пока никак не комментирует, ведь оно вступит в силу только 1 июня. Зато общественники уже видят недостатки реформы. Стрельба в Центральном районе. Накануне в Покровке трое неизвестных мужчин ворвались в фотостудию «Экс-Про», выстрелили из оружия и угрожали убить хозяина салона. После недолгого разговора подозреваемые скрылись на автомобиле «УАЗ Хантер». Очевидцам удалось запомнить номер авто. Полицейские оперативно задержали злоумышленников. Добавен, 27-летний владелец помещения не пострадал. Но сегодня салон оказался закрыт. Известно, что конфликт между мужчинами произошел из-за личной неприязни. Все обстоятельства дела сейчас выясняют в полиции. Они уже вынесли постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством». Час общения в прямом эфире и более 300 вопросов, но задали в итоге 20. Мэр Сергей Еремин провел прямую линию с красноярцами, причем сделал это онлайн впервые. На жалобы красноярцев он отвечал в прямом эфире в группе во ВКонтакте «Город Красноярск». За трансляцией следили около 130 человек. Самым насущным для жителей города оказался вопрос экологии. Именно на него первым и ответил Еремин. Так, например, глава города предложил обратиться к научному сообществу, чтобы проанализировать, насколько продувается Красноярск. Еще одно из заявлений, что у нас может появиться второй аквапарк на улице Пограничников в районе оздоровительного комплекса «Сокол». Уже есть договоренность с инвестором. Отметил мэр и плохое состояние центрального парка. В том состоянии, конечно, в каком он сейчас находится, ну, наверное, точно он не удовлетворяет запросам современного города, претендующего на высокие позиции. Поэтому, конечно, позиция здесь однозначна. Он должен находиться в муниципальной собственности. Мы юридически разбираемся, чтобы все-таки найти инструменты и юридические подходы, чтобы приступить в этом году к модернизации. Тем временем арендатор центрального парка Даниил Бриман настаивает, что не раз обращался в мэрию с предложениями по улучшению парка. И он может это подтвердить. Сегодня арендатор заявил это на закрытой встрече. Напомню, ранее в мэрии попросту не нашли этих документов и сделали запрос на имя директора парка. Однако сегодня копии своих обращений в мэрию арендатор предоставить не смог. Но пообещал сделать это завтра. Новости ТВК продолжат следить за ситуацией. 100 тысяч человек получили запрет на выезд из страны в 2017 году. И это только в Красноярском крае. Вернуть себе такое право смогли лишь 9 тысяч человек. Они погасили задолженность перед судебными приставами на 1,5 млрд рублей. Илья Филонов узнавал, как в преддверии сезона отпусков не остаться дома из-за долгов. Подробная инструкция прямо сейчас. Проверить, есть ли у вас долги, можно на сайте судебных приставов. Достаточно на главной странице заполнить простую форму. Фамилия, имя, отчество и дата рождения работает она. И для обычных людей, и для юрлиц, и для индивидуальных предпринимателей. Но важно понимать, что на сайте отображаются только задолженность, но не наличие запрета. Узнать по ограничению права выезда возможно только обратившись в Управление Федеральной службы судебных приставов, а именно по телефонному звонку. Номер телефона 222-01-10. Каждый может обратиться и узнать, есть ли ограничение права выезда. Однако не любой долг перечеркнет вам планы на отпуск. Запрет на выезд наложат только в том случае, если общая сумма штрафов превысит установленный лимит. По исполнительным документам о взыскании алиментных платежей, о взыскании морального вреда, ущерба, причиненного преступлением, сумма задолженности, превышающая 10 тысяч рублей, в рамках этих исполнительных производств должны попадать под категорию ограничения права выезда. В рамках остальных исполнительных производств начинается от 30 и уже выше. И, наконец, после того, как долг погашен, не спешите собирать чемоданы. Чтобы снять запрет, приставу потребуется время. При погашении задолженности, после вынесения судебным приставом решения о снятии ограничения права выезда только в том случае должник спустя 3-4 дня может спокойно пересечь границу. То есть для того, чтобы спокойно вылететь за границу, нужно выполнить всего три простых шага. Узнать о долгах на сайте судебных приставов R24 FSSPRUS.RU, узнать о том, наложен ли запрет на выезд по телефону 222-01-10 и погасить задолженность хотя бы за 4 дня до вылета. И эту тему мы продолжим осуждать вместе с вами. Сталкивались ли вы с ситуацией, когда из-за долгов вы или ваши знакомые не могли выехать за границу? Вы свои долги копите или предпочитаете гасить сразу, чтобы потом не попасть в неприятную ситуацию? Как вы считаете, правильно ли наказывать должников именно таким образом? Пишите нам на SMS-сервис 9020 с пометкой ТВК, оставляйте мнение в группе телекомпании ВКонтакте или в Вайбере и Ватсапе по телефону 8 923 1 65 45 00. Эту тему мы анонсировали сегодня в вечернем выпуске новостей. У нас уже есть сообщения. Итак, зачитаю некоторые из них. Пишет нам пользователь. В этом году не улетели с семьей во Вьетнам. Развернули нас прямо в аэропорту. На паспортном контроле оказалось долг 30 тысяч. Мы заходили на сайт приставов. Там не было указано, что мы не выездные. Я отмечу, что на сайте приставов вы этого и не увидите. На сайте можно посмотреть только размер вашего долга. Но узнать, можете вы выезжать за границу или нет, можно по телефону Федеральной службы судебных приставов. Еще подобное мнение. Год назад был свидетелем, как в аэропорту домой отправили мужчину. Летел зимой в Таиланд. Он был единственным, кто сразу в шорты переоделся. Оказалось, алименчик. Правильно, так и надо, с такими нечего долги копить. К слову, таких мнений большинство, что такие меры наказания должников, они нужны и не нужно их как-то смягчать. Вот, например. А зачем вообще долги копить? Люди сами виноваты, вгоняют себя в кабалу, а потом якобы ничего не знали. Есть долг, гаси при первой же возможности и больше в это не лезь. Живи по средствам. Подобное мнение. Правильно наказывать так должников. Не можешь погасить долг или выплатить алименты, но едешь при этом за границу. Само по себе абсурд. Так нечестно. К вашим сообщениям мы вернемся после небольшой рекламы, а также расскажем, почему однофамилец депутата Владимира Владимирова написал на него заявление в полицию. Оставайтесь с нами. Вы смотрите Ночные новости ТВК. Мы работаем в прямом эфире. Владимиров диктует тренды, а я хочу, чтобы все было по закону. Это ответ красноярца Никиты Владимирова, который обвинил в экстремизме депутата Горсовета Владимира Владимирова. Напомню, на парламентария завели административное дело за репост картинки с нацистской символикой. До недавнего времени даже народному избраннику не был известен с заявителя, однако сегодня он прокомментировал свой поступок. На камеру или по телефону он говорить отказался, но ответил нашему корреспонденту в социальной сети. Этот человек носит со мной одинаковую фамилию, и, как считаю я, он ее позорит. Владимир Владимиров – популярный в соцсетях человек. У него много подписчиков, он многим диктует какие-то тренды. И при этом он приступает к рамке морали, и, как посчитал я, закон, разместив антинародный символ. Считаю, что правоохранительные органы разберутся. В 1996 году звезды российской эстрады агитировали россиян голосовать за Ельцина. Сейчас звезды российской эстрады агитируют за Путина. Собирают концерты, записывают клипы, поют «Борис Борис» и «Вова наш начальник». В нашем сюжете никакой агитации, одни сравнения. В городе Красноярске пришло такое стихотворение. Я надену кофту рябу, рябаю-прирябаю. Против Ельцина пойдете, морду покорябаю. 1996-й «Голосуй или проиграешь» – грандиозный тур российских эстрадных звезд. Объехали всю Россию, собирали стадионы. За образец взяли предвыборную кампанию Билла Клинтона «Выбирай или проиграешь». Мол, народ и политик едины. Тогда очень важно было привлечь на избирательные участки молодежь. Старшее поколение голосовало за Зюганова, молодые не хотели возврата коммунистов. Я первая на самом деле пошла голосовать за Ельцина, потому что мне очень хочется видеть Россию свободную, Россию демократическую. Мне совершенно не хочется, чтобы она была коммунистическая, чтобы у меня рождались дети в коммунистическом троле. Никогда. Я лучше их не буду рожать, как говорила какая-то Лолита. Я совершенно согласна. 2018-й. Звезды снова собираются, но вокруг теперь уже другого президента. И снова стадионы. Почти все те товарищи состоят в так называемой «Путин-тим» – организации тех, кто, цитата, «гордится Россией, нашим президентом, хочет сделать нашу страну сильнее». Звезд в ней много, всех не перечислишь. Есть и Долина, и Расторгуев, и Киркоров. Мы их уже видели в 96-м. И Долину, и Расторгуева, и Киркорова. За Бориса Николаевича Ельцина в качестве президента и за мэра Москвы Юрия Михайловича Розлушкова. Я голосовал за Бориса Николаевича Ельцина, за президента нашего. Поэтому очень хочется верить, что 60% встречи Юрия будет как раз за Борисом Николаевичем. Но это уже дело каких-то принципов и дело совести. Правда, теперь не надо ездить с концертами по всей России. Молодежь сидит в соцсетях, поэтому достаточно снять клип и выложить его в интернет. Команда молодых звезд образца 2018 записали песню, которую уже посмотрели почти миллион человек. Вместе мы сильней, если с нами она. Вместе мы сильней, путь укажет всегда. Наша путеводная свиста. 1996-й. Суперпопулярная молодежная рэп-группа «Мальчишник». 2018-й. Суперпопулярный рэп-исполнитель «Тимати». С разницей в 22 года у звезд, как они утверждают, самые чистые помыслы. Поверьте мне, никто не просил меня, не платил мне никаких денег. Пожалуйста, ребята, приходите с 16-го. Давайте сделаем свою жизнь так, как мы хотим ее сделать. Друзья, я хотел бы увидеть всех тех, кто пришел отдать свой голос за сильную Россию. Поднимите руки в воздух. За сильную Россию. За сильного президента. С разницей в 22 года в песнях меняются имена. Давай, давай, Борис, давай, Борис, Борис. Тебя дорога ввысь ведет не в первый раз. Вова, наш начальник. Любимый Вова, Вова. Красавчик. Любимый босс наш Вова. Начальник. Любимый Вова, Вова. Пришел. С разницей в 22 года никакой разницы. Звезды желают нам самого лучшего, счастья и верного пути. Мы желаем счастья вам. Счастья в этом мире большой. И не миллионов звезд отдали шверда. Путь его отдаля. Интересно, через шесть лет мы увидим все тех же звезд или уже новых? Они будут поддерживать этого президента или нового? Или любого, кто у власти? Потому что концерты, ангажементы, корпоративы, стабильность, будущее и деньги. Ксения Черепанова, Дарья Тарасенко. Новости ТВК. Коммунисты чуть не подрались. В прямом эфире на теледебатах едва не дошло до потасовки между кандидатом партии «Коммунисты России» и представителем Павла Грудинина Максимом Шевченко. Вместо Сурайкина к трибуне подошла женщина, заявленная как представитель кандидата, и стала осуждать Грудинина. Первым возмутился Шевченко. Он потребовал, чтобы Сурайкин покинул студию, раз у него есть доверенное лицо. Однако лидер коммунистов России не собирался уходить без боя. И конфликты на теледебатах уже стали явлением регулярным. Накануне Ксению Собчак буквально довели до слез Жириновский и Сурайкин, рассказала экс-телеведущая. Свои 30 секунд, отведенные на слово, либерал-демократ и коммунист использовали сполна, говоря о внешней и внутренней политике. Но не успокоились и тогда, когда наступила очередь Собчак. Мужчины перебивали и оскорбляли женщину-кандидата. В конце дебатов Явлинский все-таки вступился за Собчак, а вот Жириновский позже прокомментировал ситуацию не в пользу телеведущей. «Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру. Куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит». И к другим темам. Опасный лед на городских водохранилищах и популярные меры поддержки семей со вторым ребенком. Обо всем подробнее в рубрике «Новости коротко». Об опасной обстановке на городских водохранилищах предупреждают спасатели. Сейчас ледяной покров еще сохраняется, но он уже тонкий и рыхлый. Кое-где появились трещины, поэтому есть вероятность провалиться в воду. А предстоящее резкое потепление только поспособствует чрезвычайной обстановке. Сотрудники МЧС просят граждан быть аккуратными и предупредить об опасности своих детей. Детские выплаты на второго ребенка пользуются популярностью у красноярских семей. Так же, как и ежемесячные пособия из материнского капитала. 24 заявления уже подано с начала года. Еще 44 семьи пока только готовят все необходимые документы на получение выплат. Напомню, демографические выплаты в случае рождения второго ребенка могут воспользоваться семьи, чьи доходы не превышают прожиточный минимум. Сумма выплачивается ежемесячно, это чуть более 12 тысяч рублей. Добавлю, с начала года в красноярских семьях появились 798 вторых детей. Вы смотрите Ночные новости ТВК, и мы продолжаем. Я напомню, что сегодня мы обсуждаем, как из-за долгов можно оказаться невыездным, и как можно потерять возможность поехать куда-нибудь отдыхать из-за суммы либо больше 10 тысяч рублей, либо больше, чем 30 тысяч рублей. Итак, вот что пишут нам телезрители в социальных сетях, вайбере, ватсапе. А как можно не согласиться с такими мерами, если люди сами виноваты, что не платят то, что должны? Правильно, можно даже и серьезнее наказывать, машину арестовывать, например. Еще одно мнение, да странно это наказывать тем, что не выпустят за границу. Скрыться в каком-нибудь Таиланде не получится, все-таки есть виза. Ну а при большом желании можно и на машине уехать. Большинство людей согласны с тем, что нужно все-таки наказывать именно таким образом тех, кто не платит свои долги или, например, алименты, потому что это правильно, это честно пишут нам пользователи, а также делятся своими историями, как они оказались невыездными из-за долгов, и в итоге приходилось ехать домой прямо из аэропорта. А сейчас к другим темам. Сергей Лавров пообещал выслать британских дипломатов из России в ответ на действия Лондона. Однако пока глава Министерства иностранных дел не назвал ни сроков, ни количества высылаемых дипломатов. Напомню, премьер Британии Тереза Мэй потребовала выдворить на родину 23 российских политика якобы за отравление Скрипаля и его дочери. История началась с того, что экс-сотрудник ГРУ российский разведчик Сергей Скрипаль в 2006 году был арестован на родине и обвинен в шпионаже в пользу Великобритании. Тогда же российская сторона обменяла его на наших шпионов, пойманных в Англии. В покушении на Скрипаля Британия усмотрела попытку России ликвидировать бывшего сотрудника разведки. В этом ее поддержали лидеры Германии, Франции и США, пишет Russia Today. Поводом обвинять Россию также стало вещество, которым отравили шпиона. Оно разрабатывалось в Советском Союзе во времена Второй мировой войны. Добавлю сам, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия до сих пор находятся в коме. И к другим темам. Миллиарды на дороге не валяются. В Якутске на взлетную полосу прямо из самолета золотым дождем высыпались 9 тонн слитков настоящего золота. Как пояснили в компании-перевозчики, воздушное судно держало путь в Красноярск, но остановилось в Якутске для дозаправки. При взлете одно из креплений люка отломалось, и груз рассыпался по взлетно-посадочной полосе. Общая стоимость слитков составляет 21,5 миллиард рублей. На данный момент известно, что нашли уже 172 слитка. Это 3,5 тонны драгоценного металла. Суслики проснулись. Животных, которые давно стали визитной карточкой острова Татышев, заметила Красноярка. Женщине удалось сфотографировать грызуна. Фото она опубликовала в Инстаграме и подписала. На острове Татышев начали проклевываться вот такие подснежники. В прошлом году из зимней спячки суслики вышли также в середине марта. Вы смотрели «Ночные новости ТВК». В студии для вас работала Елизавета Курочкина. Спасибо, что были вместе с нами. Увидимся завтра. Доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова